Друзья, всем привет! Пока ожидаю детенышей школы, бегло запишу комментарий для того, чтобы было понятно вообще дальнейшее развитие событий в этом ролике. Ролик будет очень длинным, потому что ну не получится за 20 минут впихнуть вот-вот все то, что нужно. Поэтому запасайтесь попкорном, но будет пипец интересно, как весело. Как правильно выбрать Audi A3 американец, при этом заведомо отсеять самые трешниковые варианты и оставить самое лучшее к просмотру. Но все равно не попасть на то, что хочется. Именно об этом сегодня видео. Будет там не только Audi A3, по-моему будет проскакивать еще Audi A4 проба, но тем не менее все равно основной автомобиль Audi A3. И получилось у нас или нет, давайте посмотрим. Начало обычное. Наши мальчики и девочки из офиса проанализировали всю информацию, просчитали шансы на успех, исключили заведомо такие трешевые варианты. Оставили лишь только то, что говорят лайтовые варианты. Наверное будет такое правильное слово. Именно такая работа проводится, когда нужно осматривать американские автомобили. Но несмотря на то, что мы отсекли варианты те, которые по нашему мнению неинтересны, не нужно на них тратить свое время, история получилась слегка затянутой, но все равно при этом офигительно интересной. Субтитры сделал DimaTorzok Почти без шпаклевки обошлись. Типа чуть-чуть не считается. Выготовили ее, конечно, не очень хорошо, потому как видно... Сейчас попробую. Е-мое, она так ярко светит, это солнце. В общем, если присмотреться по всей площади, видны следы от шкуры. А, да. Плюс слегка пыль под лаком, но никуда от этого не денешься. Так, хорошо. Насколько много здесь шпаклевки? Здесь много. Вот видно грань покраски. Что с этим крылом было, нафига его фарбували? Что там? Хочу тут дизелисты поддеваться еще. Нет, это скользящий был. Да, целенькая. Окей, продолжим. Я только что смотрел эндоскопом. Внизу вот здесь полка целая, лонжероны не замяты. Поэтому предполагаю, что здесь был касательный удар. Но сам факт того, что вот эта штука крашена, он есть. Причем и шпаклевана в некоторых местах. Так, тут нормальненько. Тут классненько. Со строчкой все хорошо. Люк имеем. Дверь тоже крашена. До 200. 170-200. Здесь вот. Так, ладно, заглянем еще сюда. Так, свет твоего окна для меня погас. Стало вдруг темно. Нет, здесь тоже все ровненько. На скользящий удар был. Силовые не затронуты. Сейчас я это обратно соберу. Так, идем дальше. Проемы целые уже. Не помню, показывал или нет. На всякий случай. Для октавосмотра зафиксирую. С этой стороны хорошо. С этой стороны хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вообще, ремонт не самый дешевый. Ремонт сделан хорошо, по крайней мере, со стороны рихтовки. Он, если посмотреть внутри, то там и споттером нормально вытягивали до максимальных возможностей. Есть, конечно, места, где больше 2 мм шпаклевки. Вот так, в принципе, пока неплохо. Это хитрый прибор, а 2? Ну, 2-1 это камера для того, чтобы потом мне, человеку, акт осмотра надо написать. И все машины я просто физически не помню. А так быстренько просмотрел видео и... Мне надо акт осмотра отдать, рекомендации по замене и все остальное. И в том числе написать, какие значения, что крашено, что не крашено. Потому что иногда бывают необоснованные претензии в формате того, что вот ты обещал, что там только один элемент крашеный, оказывается два. А когда начинаем смотреть историю, то там их уже не 2, не 3, а полмашины. После этого мы ввели акт осмотра обязательным. Был у меня момент в жизни, когда заказчик, один из заказчиков, мне говорил о том, что я недобросовестно отнесся к своей работе и сказал ему, что вроде бы крашены только один элемент на кузове. Хотя по факту там оказалось крашеной половины машины. И, в принципе, я ему об этом четко, ясно, внятно говорил. Плюс потом я нашел доказательства на видео. С тех пор мы заполняем акты осмотренных работ, для того, чтобы люди смогли сразу туда посмотреть в него и вспомнить ситуацию. И также архивы с видео, они хранятся в ссылках закрытых, доступные только для них. Для этого это делается для того, чтобы, как говорит один знакомый поляк, бывают разные случаи вонючие. Так вот, для того, чтобы такого не было, пишется именно вот этот вот видеоархив. Да, занимает дофига места, но иногда он получается нужным и полезным. Вот, кстати, крышку вам покрасили плохо. Да, вот видите, от нее даже без прибора видно, что от шкуры осталось ее как чуханили, так и до конца не вывелись. Сейчас вижу, не видел. Сейчас вижу. Садятся аккумуляторы в толщиномере. Слава Богу. Нет, тут на самом деле он же еще хватит на неделю. Просто он сигнализирует о том, что... Так, ну это крыло заявлено, что оно крашено, насколько я помню, да? Лаком, да. Ну, по поводу лака и почти 400 вы чуть-чуть погорячились? Серьезно. Что по поводу только лака? Сказали только лаком. Ну, значит много лака дали. Это не в лаке дело. Вот здесь вот... Вот здесь чуть-чуть, я же говорю, фара ударила, и здесь была вмятина и этот самый. А там, посмотрите. Вмятина была не только вот здесь, а в принципе вот вопрос к этому уголку крыла. И даже вот отсюда посмотреть, видите, как его тоже точно так же погано выготарили. Подчесы, пошпаклевки есть вот этого. Вот, вот все вот это место. Вот даже можно увидеть, где оно зашпаклевано. Видишь? Я думала менять мастера. Теперь вижу. Ну, видите, то, что я говорил, он сделан не очень качественно. Вот это, получается, вот это типа ржавеет, да? Вот это уже, да, это уже тупо ржавеет. Она не обработана. Да, вот это вот беда от того ремонта, который сделан хреново. Плюс вот здесь вот нету крепления, они оторваны. Вот здесь вот должны быть. Бампер вот здесь вот должен цепляться. Вот здесь. То есть оно будет торопить, и вот там вот точно сотрется. Ну, в смысле, возле крыла, где оно сломано. Креснул герметик. В этом месте. Здесь вот видно, ну, опять-таки, вот следы некачественного ремонта. Вот тупо голый металл. Здесь его собрали, и тупо никто не обрабатывал его. То же самое, что и там. Так, усилитель здесь новый стоит. Адсорбера нету. Вот здесь кронштейн до конца не выровняли. Ну, то есть, что касательно повреждений, они такие. С ними можно жить. Такой, что вах, караул, жопа, все плохо. Такого точно нет. Но сделано, понимаете, что это придется доделывать. Ладно, идем вперед. Можно вас торг попросить, наверное, сколько тут? На 30? Или 35? Я сейчас хотя бы приспущу ее. Нету? Окей. Пошел я в машину. Вы же не против, если я откручу? Так, это где-то, это где-то живет. Ладно, бокс, где она живет. Поддончик тут свеженький. Вот тупо очень свежий. Это его меняли, да? Да, это его меняли. Причем он переуплотнен вот здесь и вот здесь. Я думаю, что она еще снизу где-то получала. Не факт, конечно, я не вижу следов каких-то срачных. Но что-то, что-то с ней. Слишком рано на таком пробеге туда ковырять. Термостат не сопливит. Тяги стабилизатора, поперечной стоящей, ее просто нет. Она как карандаш в стакане болтается. Это да. Ну, она там по сравнению с машиной стоит 12 копеек, но сам факт, это тоже. Она аж вот. Ее слышно, как она болтается, даже без нагрузки. Вот этот вот весь шлак надо поотрезать. И по-новому ее... Ну да. Здесь как бы ее подогнули. Здесь ее подогнули, а здесь ее... Удар был вот сюда. Опу, прилетело и видно, что поднище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! едет на расходы немножко кусается хотел бы вас поставить до литров наверно 12 мне но если ногу к сиденью привязать то можно в десятку запросто ложится ой блин если так и матом не скажешь но так как она ездит я честно говоря я так мне страшно съездить я иногда ее боюсь я вообще машина приемистая каждый там для своих нужно покупаю такую машину она выглядит хорошо и едет прекрасно прям прижимается нормально приемистая дороги устойчивая но трехтовал хорошо ну хорошему рекомендовали ребята которые занимаются ну это швы автоинвест который мне пригодял он мне и порекомендовал туда ехать плохо что на сырую ставили фонарь краску задерли понятно где такие-то пылинки под этим есть на них в принципе да без удара в америке не бывают но зато не было отбываются из работающего двигателем не утопленники это смотря какая машина но там есть электроника утопленники это мрак ну 13 900 это я думаю там 12 700 да ну вот это крыло факт крашеная но она на но она нормальная ну я не вижу как бы трэша по нему то есть нигде ничего не отлипает не вот здесь чуть поклевки есть да вот дальше вот здесь чуть-чуть ну в общем такое не сильно по сравнению с боковиной там все просто детский лепит нет по крылу да по боковине ну боковина это такое дело дверь кстати крашеная до менялась уже крашеная ну ничего страшного но здесь конечно здесь вот до самого низу вот такая вот беда ауди а3 14 все встал значит этот автомобиль он был травмирован по капоту предварительно и по крылу я дополнительно сильной информации по ней смотрел по самой полке крыла здесь все ровненько она не нарушена сейчас это соберу и пойдем померить дальше с учетом того что у нее листья под капотом то особо часто это эту машину никто и не смотрел я уже пока предварительно ее разобрал посмотрел у меня антифриз бука давай забирали не бочки да она не заводила ну то есть мы ее не заводили не заводилась антифриза не было не было антифриза это не на самом деле не очень хорошо но никакой гадости дню ржавчины прочего остального я не вижу хреново когда нет антифриза тем что блок здесь идет чугунный голова алюминиевая вот когда нету эта вся хрень окисляется и там плавает всякая ересь турбина у вас не тарахтит когда а давайте запустим и поднимем где-то до 3 наверное и ниже мне интересно калитка стучит не стучит там сама что калитки он уже чуть болтается хотя на оборотах но еще не тарахтит но это не есть очень хорошо ладно сейчас наверно быстренько пройдем по параметрам чего насколько крашена и ну это мы понимаем не крашена до правая крыло не крашена левая сторона только и морда с уж так хорошо начиналось тоже крашена может его заднюю целиком крыло красили да да тут видно даже вот переплыл на торце а карфакс вы не заказывали не смотрели чуть не было до этого а ну говорили привозил это классно но смотри должен быть не но если там должно быть то так если тут не крашен тут тоже маловероятно но на всякий случай посмотрим пу да тут не отнималась это я к тому что если машину заказывали и не смотрели вот как я сейчас приехал уже я должен был еще с утра у вас быть но замена подшипника чуть-чуть затянулась у меня поэтому приехал к обеду половина восьмого утра рабочий день воле случая меня занесло на замену подшипнику ну классно парню зовут его артем долгое время в польше но теперь вернулся на родную землю и вот видео не о том видео о том что такое американские автомобили части какие они приезжают то есть вот уже крыла нету ярко у него все равно такая очень замученная и грубо говоря вот эта машина уже подготовлена под замену другого крыла поэтому такой ремонт и не могу назвать качественным не буду рассказывать где нахожусь ну скажем так когда машина делается на продажу она делается быстро когда машина делается для себя то подход совершенно другой и американцев здесь большое количество разной степени сложности тяжести ремонтов в общем вот такое вот утро заехал поменять подшипника тут такой бац и рассадник автомобилей audi a3 город киев правда место такое слегка мрачное то это киев это хорошо это недостроенный новострой но метро святошина или житомирская здесь метро житомирская ладно суть не в этом из заявленного вернее не из заявленного а из травмированного по всем базам данных у автомобиля была вот эта вот часть но когда автомобиль заезжал я увидел другую историю увидел что она открашенная вот здесь вот и причем собачина и крашена даже с элементами шпаклевки то есть ну вот а вот этой ситуации вот аварии не было в принципе нигде заявлено не на карфаксе мы сделали запрос его даже видно тут я не уверен что будет видно на камере сейчас попробую поставить на уровень глаз да вот так вот будет видно но таких вот штук кратеров не знаю кто как это называет ну реально на самом деле очень много вот а по этой стороне было заявлено что все классно и парню когда приехала машина он был такой слегка ну сказать под расстроены на нифига не сказать так еще из минусов то что я увидел это здесь слегка подклинивает натяжитель то есть вот если вот так неудобно одной рукой поиграться то он так слегка подклинивает так по антифризу я еще не заглядывал беда этих машин то что если там плавает борщ тону с масляными пятнами я думаю от этой машины мы можем смело уходить да он там и грязь и ржавчина и прочая хрень а вы какие москиты тут летают как-то знаменательно мы осматривали автомобиль именно в таком месте это наверное рай для неформальной молодежи для возможно какого-то наркоманского движения хотя нет притон здесь особо не устроишь ну место такое хотя вот буквально 50 метров проспект победы и ориентировочно там 120 какой-то номер ну забросили стройку забросили забросили это я к тому что ранее здесь никогда не был машина была травмирована в заднее левое крыло а вопросов у меня к заднему левому крылу особо нету сделали его хорошо вопросов нет крашена да и крашена а вот ко всей остальной машине у меня вопросов много в частности к ее правой стороне кстати по дтп машина только недавно приехала с америки по дтп она нигде не была зарегистрирована не на карфаксе на битфаксе вообще никакой истории о том что она была в дтп нету но по факту имеем то что машина вся окрашенная по правой стороне причем крашена так не очень и окрас внутренних стоек там тоже присутствует чтоб красили с мусором под лаком на заводе да вот тоже легкая песчинка это очень маловероятно эта машина нам точно не подходит хотя синенькая прикольненькая но на этом и все то синенькая прикольненькая бедненькая по комплектации констатирую факт что на родной земле как ни странно она сделана очень неплохо вот то что с ней было это что с ней сделали сделали очень качественно но сука мы же имеем другую сторону порванную правую поэтому ремонт автомобиля в украине был произведен зачетно мастерам респект не знаю кто это делал парень не признался но сделали хорошо а вот другая сторона это конечно беда ладно едем смотреть дальше благо предложение очень много стекло расстроено поэтому поэтому типа на стекло не меняли из-за вот этой херни не менее не не вот это же я же вручу все родное это батута хорошо осколочек был что это все родное вот поменялась только крыло сейчас недалеко возле плача возле места на плач так ну полками не завалено вообще абсолютно ровная пара вот это стоит чуть-чуть не в зазор то есть ее надо сюда двигать ему явный я не трогал ничего не я я к тому что может быть тут я если вы специалист николай о николай ничего 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 ну да собирали этих самых застежек нету болтается тут застежка должна быть вот оно даже не стоит по патрубкам поэтому это на кондиционер нужно будет так вот рядом и тут должна застежка будет застегиваться и здесь чуть-чуть не хватает мать нет 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 это абсолютно не проблематично вот просто то что я взял так ролик но мне это нужно мне это неинтересно вы по крайней мере сейчас этим занят что не облигаться абсолютно все смотрите по крылу я в принципе смотрю поэтому по крылу ну не нормально то что стекло не поменяли вот она вот здесь вот разбитая не здесь вообще куска нет если вот это убрать здесь вот вот оно разбитое видите это либо меня ну либо же менять полностью либо же с этим жить как вот так честно говоря покрасили не очень что стойкой мне больше интересно стойка тоже крашеная и это нехорошо двери снимались что эти что эти крыла тоже крашеная крышка крашена она вся кашина и суд капот до конца не защелкнул здесь этот хлястик уже вверх торчит здесь вот на капоте вот такую пузо всего до конца не вывели и он трохи горбатый стоит здесь пузо а здесь наоборот и здесь вот тупо даже не не дострелиться до алюминия то есть идут шпаклевки живет без вещь как она уже пошло трескаться вот плюс вот эта стойка она переход тоже суда крашеного в этом нифига плохого нету подключиться почитать можно вы точно машине и курили при точно машине и курили я даже я человек не курение я когда ехал в дороге может пару сигареты выкурил а вообще как вообще не я понял я я к тому что я я чувствую запах того что здесь курили я не против я не ходил вообще как бы вообще не так в ходу в принципе неплохо сейчас мы еще посмотрим что у нее шум друзья на самом деле audi не был выбран частности audi a3 а4 еще была попытка посмотреть mazda 3 еще были моменты когда осматривали андрей автомобилей для этого заказчика осматривал сергей но к сожалению никакого живого автомобиля формате audi a3 мы не нашли 14-16 год в ценовом бюджете до 16 тысяч долларов все такое все с вопросами везде есть какие-то такие заморочки где мы понимаем что автомобиль переоценен на самом деле забегая вперед расскажу что мы нашли автомобиль но это не audi это volkswagen это volkswagen tiguan и это уже другая история ребят спасибо что досмотрели до конца но с вами был николай тарануха всем удачи на дорогах всем пока пока как то так сейчас посмотрим что вышло